Здравствуйте! В эфире ЛТВ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Испугались, я скажу вам, потому что купленные участки на свои деньги, построены уже жилые дома, высажены деревья. В связи со строительством дублёра Егоревского шоссе у жителей деревни Торбиева возникли опасения. Подробности в выпуске. Старайтесь добиваться самых амбициозных целей и задач, у вас всё всегда получится. Первая смена школы молодёжного актива продвижения завершила свою работу. Я приехала из города Ярославль. Мне очень понравилось, как я выступила. Своё выступление я посвящаю своим тренерам. В округе провели отборочные соревнования на первенство России по художественной гимнастике. Команду собрали в октябре, как раз прошлого года. Готовились, играли в сезонные матчи, формировали состав. В Краскове состоялся финальный матч первенства Московской области по футболу. А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провёл еженедельное оперативное совещание. Об итогах проделанной работы отчитались руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Подробности далее. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнём наше совещание. Вопрос отопительного сезона, который стартанул у нас 27 сентября. Вначале запустили социальные объекты, потом жилой фонд. Какая ситуация на сегодня, доложит Карпов Константин Михайлович. Подача теплоносителя на объекты социальной сферы началась 27 сентября 2024 года. В настоящий момент на территории городского округа Люберцы все 100% социальных объектов обеспечены теплоснабжением. С 1 октября 2024 года раньше температурного графика, дабы избежать сложности при вхождении в зимний период, мы начали подключать к отоплению жилой фонд. Следующий доклад об обеспечении жильём жителей городского округа. Синчук Виталий Владимирович, пожалуйста. Одним из основных направлений, в рамках которого городским округом Люберцы осуществляется обеспечение жильём граждан, является оказание помощи в виде социальных выплат на приобретение строительства жилья молодым семьям. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям, участникам мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, государственной программой Российской Федерации, обеспечение доступным комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. С 2009 года в городском округе Люберцы 80 молодых семей получили свидетельство о праве получения социальных выплат на приобретение жилья и улучшили свои жилищные условия. Из них в 2023 году молодые семьи приобрели жильё с использованием социальных выплат. Сумма выплатов составила 15 миллионов. В 2024 году пять молодых семей приобрели жильё с использованием социальных выплат. В целях привлечения специалистов городской округ Люберцы оказывают поддержку в виде предоставления жилья помещений по договорам коммерческого найма с правом последующего выкупа помещений с беспроцентной рассрочкой платежа в сферах здравоохранения, образования, правоохранительных органах и других. На сегодняшний день заключено 449 договоров коммерческого найма жилых помещений. Из них в 2023 году по договору коммерческого найма предоставлено 104 жилых помещения. И на текущую дату в 2024 году уже предоставлено 97 жилых помещений. Кроме того, на территории городского округа Люберцы Московской области осуществляется обеспечение жильём граждан, стоящих на учёте, нуждающихся в жилых помещениях. Так, в 2023 году обеспечено жилыми помещениями 90 человек. В 2024 году на сегодня обеспечено жилыми помещениями 52 человека. В текущем году городской округ Люберцы впервые за долгие годы получил поддержку от Московской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В 2026 году предусмотрено 767 миллионов рублей с учётом софинансирования и средств бюджета городского округа Люберцы. Сиба объёмы серьёзные и средства, которые на 2026 год запланированы. Важно, эта всю программу выполнить, потому что люди ждут. Следующий доклад – работа о влечении хозяйственного оборота в неиспользуемое имущество блоком Андрея Николаевича Сырова. Пожалуйста. В городском округе Люберцы проводится системная работа по влечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. Цель этой работы – это восстановить неиспользуемое имущество, которое имеется на территории городского округа Люберцы, стимулировать развитие бизнеса за счёт предоставления дополнительной возможности в точке приложения усилий для вовлечения данного имущества в хозяйственный оборот и, соответственно, рост бюджетных доходов. Хочется сказать, что в настоящее время 38 объектов уже восстановлено в полном объёме. 24 объекта в процессе восстановления. Это объекты. 19 объектов будут завершены восстановлением в 2025 году, 2 объекта в 2026 году и 3 объекта в 2027 году. Примеры вовлечения имущества в хозяйственный оборот – это был заброшенный у нас дом Круминга, памятник культуры регионального значения, в котором находился Владимир Ильич Ленин, проживал. Этот объект находится на улице Красной, был заброшен, разрушался. Мы провели работы по оформлению права муниципальной собственности, провели конкурентные процедуры, заключили договор аренды с гражданкой Галиной, которая, инвестировав порядка 35 миллионов рублей, восстановила данный объект в полном, первозданном виде и в настоящее время используется как гостиница для проведения социальных мероприятий. Большое количество федеральных объектов и региональных, которые находятся на территории городского Круглюберца, их, к сожалению, надлежащим образом не эксплуатировались. Мы обращаемся к соответствующему ведомству и восстанавливаем данные объекты. Так мы отработали с Министерством обороны по бывшему Дому офицеров, который находится в городке. В настоящее время данный объект восстановлен в полном объеме. Там находятся музыкальная школа, техношкола и большое количество культурных секций и кружков. Бывший вытрезвитель МВД, который был передан в 2021 году, в настоящее время полностью там построен детский садик на улице Красноармейской. Коллеги, будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели. В Кореневе прошла встреча с жителями, представителями уличных комитетов и старостами поселков. На этот раз она состоялась в Красковском культурном центре. На вопросы люберчан отвечали профильные заместители и представители управляющих компаний. На месте работала съемочная группа нашего телеканала. Встречи с председателями уличных комитетов и старостами поселков проводят регулярно. На собрании начальники и заместители территориальных управлений Краскова, Малаховки и Томилина. Вместе с жителями они не только подвели итоги совместной работы, но и поставили новые задачи. Многие быстро делаются дела, некоторые долго ждут. Вопросы все на контроле. То, что вы говорите, это ничего не забывается. Это все есть. Просто не все вопросы можно сразу не помнить. В фойе Красковского культурного центра встреча с жителями в формате выездной администрации. Одна из важных тем, который волнует люберчан – отопительный сезон, который начался 1 октября. На улице Карла Маркса в Краскове еще не во всех домах есть тепло. Наши дома двухэтажные 125 и 125А по улице Карла Маркса, мы в течение 7 лет мерзнем. Только вчера нам включили отопление и вот вечером только чуть-чуть стали батареи греться. Как парное молочко, мы уже обрадовались. Понимаете как? А вот я когда уходила, у нас дом Карла Маркса 117-18, у них вообще нет тепла. А там в основном живут одни пожилые люди, дети там все. Очень хочется, чтобы у нас было тепло, чтобы нам включали не через две недели от начала отопительного сезона, а в первые дни. Потому что было несколько раз, что нам забывали просто задвижку открыть. Люди сегодня обращались как с вопросами тех ремонтов теплотрасс и домов, которые мы проводили в летний период, так и по вопросу запуска отопления. Те недоделки, которые были допущены при производстве работ по замене теплотрасс, будут оперативно устранены подрядчиками до конца этого месяца. Все замечания жителей по пуску тепла, по тем завоздушкам, которые сейчас есть, по недостаткам в подаче отопления, в том числе и температурному, оперативно передавались в работу управляющим компаниями, будут отработаны в ближайшие прям дни, если не часы. Жители улицы Лорха пришли навстречу большой командой. Корпус школы 28 на улице Чехова с 14 октября закрывают на капитальный ремонт, а детей распределили в другие учебные учреждения. Родителей волнует вопрос транспортного обеспечения. Мы организуем в транспортной компании «Автоновия-1» маршрут 35 и добавляем туда 5 единиц техники маршрутного такси. Всех детей мы вывезем до школы дивизиума. Также на встрече обсудили работу управляющих компаний, содержание дворовых территорий и контейнерных площадок. Все обращения взяты в работу. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ. В Люберцах продолжается ремонт многоквартирных домов. Глава округа Владимир Волков проверил ход работ на улице Лорха 10 в поселке Коренёво. Подробнее в материале моих коллег. Многоквартирный дом номер 10 на улице Лорха заселили в 2008-м. Но из-за недобросовестной работы застройщика спустя несколько лет на фасаде 17-этажного здания начала отваливаться кирпичная кладка. В 2021 году МКД признали аварийным и досрочно внесли в региональную программу капитального ремонта. Сейчас подрядная организация производит полную реставрацию внешних стен. А ход работы под контролем властей. У меня за спиной дом, который ремонтируется уже по программе капитального ремонта в течение трех лет. Конечно, в течение этих лет были доставлены неудобства нашим жителям. Но для того, чтобы исправить ошибки застройщика при строительстве этого дома, необходимо было провести дополнительное обследование, нести корректировки в проект. И в данный момент дом подходит к завершающей стадии. Применены новые, очень современные материалы. Это клинкерный кирпич, это вентилируемый фасад. Все сделано очень качественно. На сегодняшний день уже выполнены работы по утеплению фасада, усилению металлического каркаса и заделаны все трещины. Ежедневно на объекте работает 53 человека. Первые четыре этажа в клинкерном кирпиче. А остальные с пятого по восемнадцатый, первый-второй подъезд, это будет пересатилцементная плита на вентилируемом фасаде. Здесь стабильно присутствует управление технического надзора за проведением работы. Есть строительный надзор, ведется от организации, которая запроектировала. Однозначно должно быть гораздо лучше, чем было. Реставрация дома выполнена на 75%. Все строительные работы планируют завершить в декабре этого года. В следующем году на территории городского округа запланировано строительство автомобильной дороги Дублера и Егоревского шоссе. Новая магистраль пройдет через деревню Торвеево, где находятся частные дома и федеральный исследовательский центр картофеля имени Лорха. Жителей волнует вопрос, помешает ли трасса научным работам на полях. В этом разбиралась моя коллега. Жители частного сектора поселка Коренёва обеспокоены последствиями строительства новой региональной дороги Дублера и Егоревского шоссе. Ее возведение запланировано на начало 2025 года. Новая трасса пройдет от Люберец через деревню Торвеево в районе деревни Кошерова городского округа Райминский и соединится с ЦКАД. Люберчан волнует вопрос, будет ли проходить трасса вблизи от жилых домов. Испугались, я скажу вам, потому что купленные участки на свои деньги, построены уже жилые дома, высажены деревья, заботы. И люди давно, уже многие строжили, с 1995 года обихаживают эту землю, они ее облагораживают, созидают на ней. И вдруг расстаться с этим, вот это было неведение страшное. Растерять и лишаться этого. Строительство дороги дублера Егоревского шоссе не предусматривает снос ни одного жилого строения в балластном карьере и ближайших СНТ. В границах населенного пункта расстояние от края дороги до домов достигает от 50 до 64 метров. У нас проектирование проходило все в соответствии с действующим законодательством. Соблюдены все санитарные нормы. У нас проезжая часть от ближайших домов не ближе, чем 50 метров располагается. Тем более предусмотрены шумозащитные экраны высотой до 6 метров. Поэтому ни шума, никаких газов, как опасаются жители, быть не должно. Второй важный вопрос, который беспокоит жителей, касается строительства новой трассы через исследовательское поле Федерального исследовательского центра картофеля имени Александра Лорхов-Торбеева, на котором разрабатывают новые сорта картофеля, а также технологии для повышения урожайности. Беспокоило первое, чтобы не занимали землю, 100 лет институту, чтобы не занимали, можно было провести опыты здесь. Площадь поля почти 40 гектар. Строительство дороги Дублера пересечет только его окраину. После просмотра проектных разработок, руководство исследовательского центра выразило уверенность, что новая дорога не повлияет на их работу и не помешает дальнейшим научным испытаниям. Мы находимся сейчас на поле, где проводятся исследования по селекции, по семеновозу, по технологии возделывания картофеля. Это все делается в рамках государственного задания, где мы разрабатываем новые генетические источники по различным признакам, плюс также дополнительно разрабатываем технологии, которые позволяют увеличить урожайность картофеля и повысить устойчивость к заболеваниям. Строительство региональной дороги, которая свяжет Москву и Раменское, будет проходить вот по данному участку. Дорога захватывает около 2,5 или 3 гектар общей площади от основного участка, поэтому больших изменений в проведении исследовательских работ по изучению культуры картофеля не будет. Помимо того, что строительство новой региональной дороги никак не вредит проведению научно-исследовательских работ, площадь, которая будет отдана для возведения дублера, не превысит 3 гектар из 40. А также федеральному центру выплатят денежную компенсацию для покупки новой территории. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. В округе прошло очередное заседание Люберецкой торгово-промышленной палаты. Работая с предпринимателями, работая в сфере оказания мер поддержки, я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что предприниматели не знают, как искать и как отслеживать мероподдержки. Меры поддержки не астатичны, они динамичны, они изменяются ежегодно, иногда даже ежемесячно. Предприниматели обсудили насущные темы и обменялись мнениями. Говорили о содействии малому и среднему бизнесу порядке получения сертификатов для включения в реестр российской промышленной продукции. Обговорили вопросы, связанные с развитием отраслевых проектов. Мы провели обучение, провели семинар по поводу мер поддержки. Одна из тем, которую мы сегодня обсудили в бизнесе, это эмоциональный интеллект, а также выгорание в бизнесе. Такие встречи мы проводим регулярно, они очень полезны для обмена опытом, приходят люди, общаются между собой. Меняются ежегодно, более глобальные, которые я снова вижу, которые мы стараемся решить. В Люберцах завершает работу первая смена школы молодежного актива «Продвижение». В течение четырех дней старшеклассники и студенты техникумов работали над созданием социальных проектов. Лучшие из них при содействии администрации будут реализованы в округе. Тему продолжит наш корреспондент. Все ваши идеи, которые у вас есть, мы всегда поддерживаем. И важно, чтобы вы были активны, чтобы вы познавали все, что вам мы преподаем. Старайтесь добиваться самых амбициозных целей и задач, и у вас все всегда получится. Проект объединил 100 самых активных и заинтересованных. Ребята разбились на команды по четырем направлениям. Экология и зооволонтерство, патриотическое воспитание, событийное волонтерство и медиасфера. Генеральный директор Люберецкого телевидения Виктория Лучко, которая выступила экспертом, рассказала об особенностях журналистики и почему средства массовой информации должны шагать в ногу со временем. Мы можем подать информацию совершенно в любое время суток. Если раньше мы ждали выпуск газеты, либо новостей в определенное время, сейчас, как бы заметили, что-то произошло, войсковая система ищет, через две минуты это уже у вас. Поэтому СМИ, дабы до вас носить все быстрее и оперативнее, ушло в интернет. Член Координационного совета волонтера культуры Подмосковья Денис Колесникович рассказал о самом молодом направлении добровольцев в регионе. К общественному движению, которому исполнилось пять лет, присоединились уже более 12 тысяч человек. К сожалению, Люберцы пока у нас не хвачено в этой сфере волонтерства. И вот, надеюсь, после этой встречи у ребят, они окрылятся, вдохновятся и откроют представительство Всероссийского движения волонтеров культуры здесь. Ребята перед самой встречей уже подбегали, они уже познакомились, они уже почитали, им очень интересно, видно заинтересованные их взгляды. Мне очень здесь интересно, мы работаем над проектом «Экофест». Он будет проходить в Центральном парке культуры и отдыха. Все ребята трудятся, стараются. Мы уже делаем презентацию к этому проекту, уже полностью сам макет проекта сделан. И такие встречи, они очень помогают, они очень продуктивные и полезные. Над проектами работали вместе с наставниками. В качестве экспертов выступили специалисты Федерального агентства по делам молодёжи, координаторы волонтерских организаций, актёры, журналисты и общественные деятели. Начались мастер-классы, они будут длиться до 9 мая, чтобы все смогли, ну как можно больше людей. Уже в аудиториях участники школы молодёжного актива подробно рассказали о проектах и обменялись мнениями с экспертами. Диалог на равных позволил обсудить актуальные темы и задать волнующие вопросы по реализации своих идей. Это, на самом деле, очень интересная работа. Проект у нас ко дню народного единства. Благодаря гостям, которые к нам приходят, мы получаем новые знания, советы, которые помогают нам сделать проект намного лучше. Мы волонтёры медианаправления. Наш проект сейчас поддерживается, чтобы одобрили в Люберцах строительство медиа-центра, который в дальнейшем будет сильно развивать медианаправленность. У нас в команде 25 человек. Каждая мысль для нас важна. Проект «Школа молодёжного актива продвижения» действительно был долгожданным для многих ребят, и они ждали этих осяних каникул для того, чтобы принять в нём участие. Мы, как организаторы, видим большую отдачу от ребят. У них действительно горят глаза, когда они приходят на события «Школа молодёжного актива», и они уже приходят заряженные с новыми идеями, которые мы им помогаем упаковывать для дальнейшей реализации. «Школа молодёжного актива» второй год объединяет самую креативную и неравнодушную молодёжь Люберец. Лучшие проекты, представленные участниками форума, будут реализованы. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛТВ. Ещё 17 юным люберчанам вручили паспорта. Виновников торжества честовали в школе имени академика Гая Северина. «Школьников» поздравил глава округа Владимир Волков. «Наш паспорт, который каждый гражданин носит и хранит у себя, это главный документ, который позволяет как раз-таки открыть все ворота, все двери, которые могут распахнуться перед вами. Ставьте перед собой самые амбициозные цели, задачи, вы всего добьётесь». Самый волнительный и важный момент церемонии. Школьники получают заветный документ в красной обложке. Вместе с паспортом – экземпляр Конституции Российской Федерации и поздравительный адрес главы округа. «Мне очень приятно, на самом деле, получить паспорт от самого главы. Это очень такие эмоции волнующие. Я очень рада, что наконец-то стала полноценным гражданином нашей страны и горжусь этим». В Люберцах традиция торжественно вручать паспорта зародилась больше 20 лет назад. Её инициировало местное отделение Российского союза молодёжи. За два десятилетия основной документ получили более двух тысяч школьников. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. Каждый день для участников фестиваля медиатворчества «Братина» проходит насыщенно. Журналисты посетили знаменитую свято-троицкую Сергееву лавру – одно из главных мест православного паломничества. «Я не могу сказать, что в Сергеевом посаде живут какие-то особо духовные люди. Нет. Но я точно вам могу сказать, что, например, переехать из Сергеева посады, уехать и забыть практически невозможно. Тут есть нечто такое особенное, что формируется, наверное, тоже, глядя на троица Сергееву лавру. И мы её не замечаем, те, кто живут здесь. Но я совершенно убеждена, что она, так сказать, прошита у нас внутри, поскольку она всегда рядом. Здесь вообще, кстати, очень хорошо думается. У нас недаром сюда приезжало огромное количество умыслителей. Знаете, что самое интересное? Вот было, например, два лагеря в XIX веке – западники, славяны, филы. Люди, которые порой ненавидели друг друга до побледнения. И те, и другие приезжали сюда, в троицу Сергееву лавру, набраться сил. Вы представляете, как преподобные умеют примерять. И те, и другие лагеря. Поэтому вот так хочется, чтобы мы в этой любви всегда соединились. Вот прямо соединились и не забывали про это. Тема СВО сейчас очень звучит. И лучами от нее расходятся как бы все грани патриотической темы. И это веление времени. Что бы вы посоветовали с точки зрения профессии? Да вы знаете, больше думать, больше пахать. Вот. И обязательно думать не только о том, что ты хочешь сказать, а о том, кто это хочет услышать. Также во второй день фестиваля творческую встречу «Русские маяки» с участниками Братины провел заслуженный деятель искусств России, поэт Влад Маленко. Добавлю, что цель фестиваля Братина – сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формирование чувства патриотизма и профессиональная поддержка региональных теле- и интернет-компаний. В Люберцкой картинной галерее открылась 11-я персональная выставка художницы и композитора Валерии Бесединой «Театр зеркал». На экспозиции представлено более 50 зеркал картин. В работах отражаются исторические события, сюжеты знаменитых балетов, опер, мюзиклов и спектаклей. Эти и многие другие работы, представленные на выставке в Люберцах, манят в «Зазеркалье» своей загадочностью и оригинальностью художественных находок. Все мои работы, они символичны, а вот в коллекции «Театр зеркал» вообще полно ребусов. Вот, например, зеркало «Гамлет». Здесь весь сюжет зашифрован. Естественно, борьба за корону вверху. Абрис замка Эльсинор, вы видите стены. «Кристаллы Сваровские» – алые. Их девять. Девять жертв сюжета. Знак вопроса – быть или не быть. Первое, что я увидела, просто впечатлило действительно. Глаз не оторвать. Какие удивительно талантливые у нас люди. Просто замечательно. Я так рада, что я смотрю вот эту выставку. Теперь всем скажу, чтобы пришли. Обязательно посмотрели. Авторскую выставку Валерия Бесединой в картинной галерее «Люберец» можно посетить до 24 ноября. В «Люберцах» прошло первенство физкультурно-спортивного общества профсоюзов России по художественной гимнастике. В течение трех дней лучшие спортсменки страны состязались за право выйти в финал и представить свой регион на первенстве России. Подробнее в нашем следующем сюжете. Каждое выступление длилось не более полутора минут в индивидуальной программе и до двух с половиной в групповых упражнениях. Судьи оценивали сложность, артистизм, чистоту исполнения. Чтобы получить высокую оценку, гимнастки слушали тренера и отдачивали каждое движение. Ну, немного волнуюсь, но надеюсь, что соберусь к выступлению. Я занимаюсь уже восемь лет и я очень хочу сдать на кандидата в мастера спорта, а потом уже стараться в мастера спорта. Мария Иванова занимается гимнастикой с четырех лет. Участие в соревнованиях стимулирует к достижению новых результатов и дает возможность сравнить свой уровень подготовки с соперницами, считает она. Я приехала из города Ярославль. Мне очень понравилось, как я выступила. Своё выступление я посвящаю своим тренерам. Художественная гимнастика – это вся моя жизнь. Я мечтаю стать олимпийской чемпионкой, чтобы меня все знали и хочется выступать за Россию. Здесь принимать участие 680 человек. Индивидуальные групповые вместе. Начиная от Калининграда, кончая Хабаровска. Дети приехали со всех уголков нашей страны. И отбирается сборная команда профсоюзов на первенство России. В сборную войдут 7 лучших гимнасток, которые представит физкультурно-спортивное общество профсоюзов России на первенстве страны. Оно пройдет в Омске с 1 по 10 ноября. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛТВ. В Люберцах состоялось награждение инструкторов физической культуры до школьных учреждений в рамках программы «В школу с ГТО». Спасибо за то участие, за тот результат, который мы сделали благодаря нашей программе «В школу с ГТО». Большой охват задействованы были все, наверное, детские сады. И то, что мы сделали в сентябре, вручали нашим детям, которые пошли в первый класс, непосредственно золотые, серебряные, прозовые, знаки. Очень большой эффект произвел на детей, на их родителей. С января 2024 года в Люберцах запущен проект «В школу с ГТО». Он позволил не только развивать физические навыки детей, но и формировать у них любовь к здоровому образу жизни. Среди участников программы 40 детских садов. 676 шестилеток выполнили спортивные нормативы первой ступени, в которую вошли бег, прыжки в длину, пресс, отжимания и гибкость. За отличную спортивную подготовку самых маленьких спортсменов городского округа инструкторам физической культуры вручили благодарственные письма. А лидером среди участников стало дошкольное отделение школы номер 26. В образовательном процессе у нас стоят занятия по физической культуре, где мы отрабатываем основные навыки физических качеств. Эти физические качества как раз-то нам и пригодились к сдаче нормы ГТО. Детки успешно справились. Они, конечно, отнеслись с большим волнением. Для них это был первый экзамен. Представляете? В парке «Лесная пушка» провели сотый юбилейный забег на пять верст. На спортивном празднике, который объединил детей и взрослых, побывали мои коллеги. В России первый парковый забег «Пять верст» состоялся два с половиной года назад. Уже тогда к физкультурно-оздоровительному проекту присоединились сотни городов. В Люберцах его начали проводить на Наташинских прудах и в Центральном парке. В октябре 22-го появилась еще одна локация. До того, как мы открыли эту локацию, бегал в других местах. Например, я бегал в Наташинском парке, также в Люберцах. В Жуковском бегал, в Раменском. И потихоньку-потихоньку я начал задумываться, что классно было бы, чтобы в поселке Октябрьский тоже такое движение открылось. В нашей локации всегда собираются уже больше, чем 50, около 60 человек. Сотый забег собрал более сотни человек. Участников проекта поприветствовала чемпионка России в беге на 50 километров Елена Раздрогина. По словам легкоатлетки, пробежка на свежем воздухе положительно влияет на состояние организма. Это очень полезно для здоровья, вдохновляет. Посмотрите, какой у нас замечательный парк. Сколько людей собирается в этом парке. Здесь, наверное, больше всех собирается именно на пять верст в Люберецком районе. Это здорово. Сегодня тоже буду участвовать, побегу вместе со всеми. Для меня это жизнь, это интересно, это замечательно. Три, два, один, стихи! Сотя! Белый забег! Всем удачи! Маршрут забега проходил по территории Томилинского лесопарка. Спустя 20 с небольшим минут на финишной прямой показались самые быстрые. Первые финишеры – участники всех 100 легкотлетических забегов. «Пять верст» – это проект, где нет победителей, нет проигравших. Тут все победители. Эмоции вот такие до неба положительно. Мы для этого и приходим, чтобы зарядиться этими эмоциями, энергией от волонтеров, от организаторов, от трассы, от леса, от запаха, от всего. В парке «Лесная пушка» легкотлетический забег «Пять верст» проходит каждую субботу. Старт в 9 утра. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛТВ. На стадионе «Электрон» в Краскове состоялся заключительный матч первенства Московской области по футболу. Турнир стартовал в апреле и объединил 11 лучших команд Подмосковья. В финал вышли Люберецкий клуб «Гэлакси» и клуб «Парковый» из Подольска. Игра завершилась со счетом 4-2 в пользу Люберчана, обеспечив команде «Гэлакси» первое место в турнирной таблице чемпионата Московской области среди мужских команд Лига Б. Мы команду собрали в октябре как раз прошлого года, готовились, играли предсезонные матчи, формировали состав. Это у нас 20-я игра, завершающая, заключительная, решающая. То есть соперники тоже боролись, сопротивлялись, пытались тоже оспаривать первое место. На следующий год планируем также продолжать усиливаться, развивать тех ребят, кто есть, посмотреть ребят, воспитанников местных футбольных школ, которые в этом году, соответственно, выпускаются, для того, чтобы дальше, на ступеньку выше, участвовать в следующей линии. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и у нас на сайте ltv24.ru. До свидания.